Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. И я хотела бы поблагодарить каждого из вас за ваши комментарии, за ваше мнение, за вашу поддержку. Правда, комментарии были разные. Ну, естественно, комментарии с оскорблениями. Вы даже себе не представляете, какими. Застряли в папке на одобрении. Естественно, ни один из них я не одобрила. И я даже не могу показать эти оскорбления, потому что, ну, такие слова, которые мне даже читать не хочется. И не хочется видеть у себя на канале и на экране. Конечно же, это жуть. И я понимала, кто это пишет. Я понимала, что у Аньки и Настки всё же есть левые аккаунты, с которых они вполне могут написать. Ну, и также их лизоблюды, которые забегали ко мне, чтобы нагадить, которые ещё не все заблокированы на моём канале. Это же, понимаете, как возмутило их моё видео обзорное, где они высказались и опозорились. Какие вы немцы, пора вам признаться самим себе. Кто вы? Это, конечно, ужасно. Это записать такое видео и опозориться настолько, что если удалять комментарии, то удаляться все. И Анька кричала, что она будет блокировать. А что ж ты, дорогуша, не заблокировала? Потому что если бы заблокировала, то не осталось бы ни одного комментария. Мне, если честно, стало интересно, что им там написали. А написали, посмотрите, что решила поднять просмотр и устроить скандал, почему нас не любят. У вас проблемы с головой и прочее дребедень? Да там давным-давно понятно, ребят, что у них проблемы с головой. Анька сама говорит, что да, проблемы с головой есть. Всего боится. У неё есть определённая фобия, заболевания. И она сама называла, да, и говорила, что она там боится боя из ничего. Не буду называть это, опять же, на своём канале, потому что никогда в жизни не пожелаю никому вообще никаких заболеваний. А А Настяка, да там, блин, видно. Там только глянешь на эту вечно трясущуюся девку и поймёшь, что там действительно, да, тоже есть проблемы. Ну и дальше. А лично ваши какие заслуги? Украинцы больше половины приехали из экономических соображений. За халявой. Не бреши, девочка, и не ищи дураков. Все всё понимают, где правда жизни. Мы не русские немцы, мы русскоговорящие немцы. Мы немцы и на своей земле. Мы дома, а ты временно у нас в гостях. Вот просто, знаете, золотые слова. Ничего против украинцев не имею. Также ничего против мигрантов. Но нигде не любят безработных, без обид. Тоже просто чётко высказали. Украинцы не беженцы, а лица под временной защитой. А ты эксплуатируешь этот статус в своих видосиках и прикрываясь этим статусом. Не оправдывай свою ущербность за счёт других. Вы обе ехали сюда тоже целенаправленно, обманным путём. Вы же не остались в Польше и не выбирали другую страну. Потому что везде, кроме Германии, пособия почти отменили и работать нужно. Правительство Германии начало тоже об этом думать. И первое, что скоро будут менять, это бюргергельд. Может, неправильно прочитала, поправьте. На всякий случай я не на социале. Имею несколько профессий, в том числе высшее образование. На что Анька ответила. Каким обманным путём? Не веселите! Мы здесь на законных основаниях, как бы вам этого не хотелось. Пока Германия принимает беженцев, они и будут сюда ехать. А вы меньше беситесь. От этого и жизнь станет легче. Ужас! Посмотрите, какое хамло! Это просто жуть! Ты зачем всех обосрала в кучу? Бред какой-то несёшь! Что ты гонишь? Переселенцам ничего подтверждать не надо. Как ты немцев можешь выгнать из Германии? Они здесь по праву рождения. Ты выбрала фальшивую тему. Пособия скоро закончатся. Ну и дальше. Вы скоро будете выглядеть, как Юля Стар. Дальше. Не пользуются уважением только те, кто не работает и не хочет работать. И те, кто не учит язык. А своими, например, мы себя чувствуем за 30 лет. Мой муж ушёл на пенсию. Так его все до сих пор благодарят за хорошую работу. Вы, девочки, меня не бесите. Это ваша жизнь. И вам ею распоряжаться. И не надо всех по дну гребёнку. И давать всем советы. Этим вы показываете своё неуважение ко всем. К той же Марине. Дальше не хочу продолжать. И не хочу слушать вашу желчь. Понимаете, с Мариной это тоже временно. Пока им выгодно, они с ней. Потом, когда уже выгоды не будет, всё, они распрощаются. И она сама поймёт, что они из себя представляют. Ну и дальше. Да потому что вы как бегемот, непробиваемая. Они переселенцы, а вы беженцы. Да, они живут 20-25 лет. Выучились и работают. А вы живёте за их счёт. Опять же, ребят, золотые слова. И кто это рот открывает? И два года сидеть без дела смеётся тот, кто смеётся последним. Когда вас жизнь научит чему-то. Какое ПМЖ? Для ПМЖ работать надо. Сидя на социальное пособие, на малооплачиваемой работе, никакого ПМЖ никому не видать. Нытьё этих харьковских блогеров уже раздражает. Хочу тебе задать вопрос. Ты почему приехала с Польши? Ну и так далее, ребят. Очень много. Просто все, практически все комментарии негативные. Всё в кучу собрала. Какой бред вы несёте. И действительно, ребят, так опозориться. Мало того, что и так позорище, показать нечего. Одно нытьё. То продукты плохие. То на улицах грязно. То там окурки кидают. То зажигалки бросают. То забирают зажигалки. Всякую чушь несут. А тут, наверное, им самим очень-очень хотелось развести народ на комментарии и устроить скандал, чтобы просмотры поднять. Ну, знаете, около четырёх тысяч просмотров. Это такое себе, как говорит Анька. И что хочу ещё добавить. Хочется мне спросить у Настики. Наська, а ты чё мне звонила? Ты чё от меня хотела, а? Да, ребят, Наська решила мне позвонить. А после того, как я не подняла трубку, она написала. Ольга, чего не отвечаете? Наська, если мне надо будет, я сама тебе позвоню. А говорить мне с вами абсолютно не о чем. Поэтому не стоит утруждаться. Звонить, писать. Ну, всё равно же попадёте в баню. Хотя, может быть, вам и понравится париться в белорусской бане. Так, с венечком. Чтобы горячо-горячо было. Ну, и ещё раз я благодарю своих зрителей за поддержку, за то, что порой отвечаете вместо меня и даёте, нагоняю вот таким вот фриком, которые прибегают с канала Анька, Настя, лайф и написывают всякую фигню. Но если бы, ребят, вы видели, что застряло в папке на одобрение, так как просмотров у меня прилично, больше 7 тысяч просмотров, то, понятное дело, сколько было грязи и вони в комментариях. Ну, благо, у меня имеются фильтры именно оскорбительных слов, и они улетают напрочь на проверку. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.